Добрый день, мы из Украины. Я рад вас приветствовать на своем канале. Как обычно, приглашаю подписываться, ставить лайки, распространять ссылки на это видео, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сутки оказались очень хорошими. Давно не было таких хороших новостей. И скажу сразу, что у России осталась всего одна скрепа. Предпоследнюю скрепу мы сегодня разрушили. Но об этом чуть позже. А сейчас, отдавая дань нашим защитникам, пройдемся по оперативным направлениям. Итак, сегодня на календаре 8 октября и время в Киеве 18 часов. Противник пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на определенных направлениях. И одновременно ведет наступательные действия в Бахмуте и в Авдеевке. Противник обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии фронта. Осуществляет инженерную подготовку обороны на определенных направлениях и проводит воздушную разведку. Противник продолжает нарушать нормы международного и гуманитарного права, законы и обычаи войны. А также наносить удары по критической инфраструктуре, а также по домам гражданского населения. Сохраняется угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. С сегодняшнего дня, я думаю, что вероятность такой угрозы значительно может возрасти. Далее. За сутки оккупанты нанесли 7 ракетных ударов, 12 авиационных ударов и около 80 огневых ударов реактивными системами залпового огня большой мощности дальнобойными. Врагом поражено более 20 населенных пунктов. В частности, Славгород, Беловоды, Углидар, Редкодуб, Новоандреевка, Запорожье и Николаев. Также в течение дня еще добавился к этому списку город Харьков, где тоже нанесен еще ракетный удар. В течение прошедших суток враг также использовал 7 беспилотных летательных аппаратов типа Шахет-136 иранского производства для нанесения ударов по украинским городам. Трое из них были сбиты, 4, к сожалению, добрались до городов Запорожья и Николаев. Сейчас еще и Харьков. Но в Харькове ракетный удар. В целях дальнейшей поддержки вооруженной агрессии против Украины в Российской Федерации продолжается мобилизация. Местные власти некоторых районов пытаются реализовать свой план за счет безработных мужчин призывного возраста, тем самым решая еще и внутреннюю проблему убирания из городов безработных. Ситуации на направлениях оперативных у нас Волынское и Полесское направления существенно не изменилось. Там обстрелов нет и в Белоруссии пока мы знаем, что появились там дроны камикадзе типа Шахет-136, но на сегодняшний день информации о их применении пока что нет. Противник обстреливал и на других направлениях, а именно на северском направлении в эти сутки досталось и Черниговской области и Сумской области. Кстати, по Черниговской области сегодня еще в течение дня наносились артиллерийские удары, скорее всего, предположительно с привлечением даже реактивной артиллерии. На Слобожанском направлении 18 пунктов населенных пострадало от огневых ударов противника, кроме наших войск. На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях идут артиллерийские дуэли и огневые удары с обоих сторон мы наносим и, к сожалению, наносят по нашим войскам. На Вопавловское и Запорожское направления сегодня противник не проводил наступательных действий, там шли сугубо позиционные бои, в основном это перестрелка и обмен артиллерийскими ударами. Пострадало на этих двух направлениях порядка 16 населенных пунктов в зоне, прилегающей к линии фронта. На временно захваченных территориях Запорожской области враг пытается усилить меры по дискредитации подразделений вооруженных сил Украины. К созданию фейкового контента дополнительно причастны специальные корреспонденты российских средств массовой информации. Что имеется в виду? Они создают картинку, они наносят огневые удары по оккупированной территории. То есть бьют по той территории, которую они контролировали. Это снимается на камеру, допустим небольшой населенный пункт, наносится удар артиллерии и это все снимается из кустов. Тут же из кустов выходит случайно там оказавшийся, ну в кавычках, корреспондент, который говорит, вот смотрите, вот мы здесь находимся и прилетели это вооруженные силы. И это транслируется по всем, из всех утюгов, как любят говорить завсегдатые медиапространства, транслируется из всех утюгов, что вооруженные силы Украины обстреливают мирные города. То есть бьют по своим, что ни в коей мере не отвечает действительности и в принципе, точнее основной принцип ведения боевых действий наших войск, это отказ от, даже когда это бывает иногда в ущерб контрнаступательным действиям, но все равно отказ от штурмов, от прямых штурмов населенных пунктов и нанесения огневых ударов по населенным пунктам. Танками, минометами, ствольной и реактивной артиллерии были обстреляны более 27 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на других направлениях. Противник активно задействует беспилотные летательные аппараты различных типов для проведения разведки и нанесения ударов. В минувшие сутки наши защитники сбили 8 беспилотников в разных направлениях. 5 было типа Орлан-10, это разведывательный, и 3 типа Шахет-136, это дрон Камикадзе, мы его знаем. В простонародье именуемый словом мопед или названием мопед. Подразделения сил обороны отбили атаки врага в районах Выемки, Бахмутская, Красной горы, Бахмута, Майорска, Зайцева, Первомайского, Каменка, Новомихайловка, Невельская. То есть практически все донецкое направление, опять были штурмовые действия наших позиций, которые не увенчались успехом. Противник понес потери и остался на исходных позициях. Но тем не менее в эти прошедшие сутки донецкое направление подверглось массированному штурму со стороны российских войск. Там, напомню, воюют в основном частные военные компании, которые курирует бывший повар Путина Пригожин. Вооруженные силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии снабжения. Сегодня это проявилось как никогда. За прошедшие сутки уничтожена еще одна вражеская понтонная переправа. Это имеется ввиду в районе Херсона. Кроме того, подтвердилась информация об уничтожении складов вражеских боеприпасов, которые наносилось 5 октября текущего года, вблизи населенного пункта Кинские Раздоры. Подразделения противника продолжают нести потери. Например, в районах населенных пунктов Палохи и Токмак Запорожской области в результате обстрелов подразделениями силы обороны. В районах, где сосредоточивалась живая сила противника, противник потерял около 85 человек ранеными. То есть, санитарные потери врага состояли в этих районах до 85 человек. Видите, это уже как бы обработанные данные. Насколько я понимаю, такие более-менее точные данные с опозданием в несколько суток. Это добыча нашей разведки. Мы добываем боевые донесения российских войск, которые подаются в вышестоящий штаб. То есть, вот этому подразделению, которое потеряло такое количество людей, теперь надо именно столько для того, чтобы восполнить потери. Информация о погибших уточняется. На Луганщине около 300 раненых, согласившихся воевать в Украине, отправили в местную больницу в Новосвитловке. Что имеется в виду? Это мобилизованные, которые были переброшены в Луганскую область. Там, кстати, в Луганской области они появились самыми первыми. Но они появились еще когда боевые действия шли на территории Харьковской области. Вот когда мы прорвали фронт в районе Лимана, вот тогда первые мобилизованные появились на этом участке фронта. Так вот, на сегодняшний день уже более 300 раненых, вот из числа мобилизованных. И основное место сосредоточения это Новосветловка, местная больница. Я не знаю, это районный центр или просто населенный пункт. Но, тем не менее, видимо, в нем есть медицинское учреждение и туда их свозят. Авиация Силы Обороны нанесла 30 ударов за минувшие сутки. То есть, видите, наша авиация работает намного активнее, чем авиация российских войск. Подтверждено, что уничтожено 24 места скопления оружия и военной техники и личного состава российских войск. А также 6 зенитно-ракетных систем противника. Кроме того, подразделения ПВО сбили 2 вертолета противника. Ну, сегодня еще надо добавить 1. Сегодня днем был сбит К-52, так что 3 вертолета противника. И да, сегодняшние сутки стали юбилейными. Мы сбили 500 летательных аппаратов, боевых летательных аппаратов российской армии. То есть, вертолетов и самолетов на сегодняшний день сбито около 500. Ну, цифра, подаваемая нашим Генштабом, достигла отметки 500 единиц. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, 2 участка артиллерийских огневых позиций, то есть 2 группы артиллерии были уничтожены, радиолокационную станцию и комплекс вражеской радиоэлектронной борьбы. Все это, видите, особенно если мы видим РЭП и уничтоженный РЭП и комплексы ПВО, это артиллерия и авиация расчищает небо для того, чтобы она могла действовать. Ну, вот смотрите, даже сегодня по авиационным ударам мы практически в полтора раза превышаем российские войска. Даже в три почти. Они 12 авиационных ударов нанесли за эти сутки, мы 30 авиационных ударов нанесли за эти сутки. Это что касается военных новостей по оперативным направлениям. Теперь немножко поговорим о военно-политических новостях, которые произошли в Украине и вокруг нее. Ну, начну, наверное, со вчерашнего дня, сохраню еще немного интригу, начну со вчерашнего дня. Вчера произошло событие, которое сначала проскочило незамеченным. А именно, что в Курской области, в районе населенного пункта Шайковка, где базируется 52-й авиационный тяжелый бомбардировочный полк, на вооружение которого самолеты Ту-22М3, это, да, это те самые стратеги, тушки, которые наносят удары ракетами Х-22 по территории Украины. Кстати, у этой ракеты одна из самых больших головных частей. Там по около 900 килограмм вес головной части. Поэтому такие огромные воронки от этих ракет, и такая разрушительная сила. Так вот, там взорвался, в прошедшие сутки взорвался беспилотник над взлетно-посадочной полосой, и об этом сообщили российские СМИ. Вот, но они написали, что вроде бы как все хорошо. Но к вечеру появилась информация, к вчерашнему вечеру появилась информация, что два самолета Ту-22М3 пострадали в результате этого взрыва и сгорели. Вот, были повреждены, загорелись и сгорели. Это первая потеря российских стратегических бомбардировщиков в этой войне, вот в этой военной кампании, точнее. Что очень отрадно отметить. И на сегодняшний день получается, что оказывается, кто-то, не говорю мы, потому что официально Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил причастность наших вооруженных сил к этому взрыву. Но тем не менее, мы можем достать до аэродромов, до мест базирования российской авиации на территории Российской Федерации. Точнее, не мы, а кто-то, тот, кто пускает эти дроны. Ну, а теперь же главная новость сегодняшних суток, это Крымский мост. Сегодня все с утра проснулись от такой вести, хорошей вести, это предпоследняя скрепа. Это то, о чем я говорил вначале, предпоследняя скрепа. Сейчас объясню почему. На мой взгляд, смотрите, оценка моя, субъективная, но считаю, что предпоследняя. Почему? Потому что этим мостом гордился лично Путин. Кто смотрел его документальный фильм «Путь домой», «Возвращение в родную гавань», он очень там хвалился достижениями, что строят трассу Таврида, строят Крымский мост, что Россия вкладывает деньги. Есть такой бизнесмен в России, Ротенберг, это один из кошельков Путина, через которого проходило финансирование строительства. По разным оценкам, максимальная цифра, которая фигурирует, 24 миллиарда долларов ввалили в этот Крымский мост. Сегодня он упал. Как говорил когда-то наш мэр Киевский, мост устал, поэтому он упал. Так вот, Крымский мост наконец-то устал. Сколько мы с вами обсуждали, сколько вы проявили инициативы в плане способов его уничтожения или повреждения, ну, видите, не зря это сбылось. Правда, не скажу, что мост разрушен полностью. На сегодняшний день половина автомобильного моста, то есть одна сторона автомобильного моста разрушена, упало, по-моему, два или три пролета этого моста. Вторая часть, к сожалению, повреждена, но целая. И поврежден железнодорожный мост. Я так понимаю, что из последних видео видно, что удар был по автомобильному мосту, а железнодорожный пострадал, потому что в этот момент шел состав с топливом. И цистерны загорелись. Был мощнейший пожар. Как там сейчас конструкция железнодорожного моста, трудно сказать. Ну, в любом случае, смотрите, это даже, я понимаю, что движение полностью по мосту не перекрыто. В какой-то период времени они его восстановят. Кстати, есть информация, что в Керчь уже пошли паромы, которые были перегнаны где-то в Новороссийск или в Таганрог. Теперь их быстро опять гонят в Керчь, для того, чтобы компенсировать перекрытие пока что моста. Пока будет ремонт. Ну, Россия хочет там за 2-3 недели его восстановить. Но, судя по разрушениям, я думаю, что там надо полностью менять несколько пролетов одного моста. Вряд ли они смогут. И еще неизвестно о каком состоянии опоры, с которых упали эти пролеты. Поэтому я думаю, что вряд ли. Это бахвальство. 2-3 недели понадобится намного больше времени. Поэтому они быстро тянут туда паромы. Ну, напомню, что паром ходит только в хорошую погоду. А сейчас осень. И в Керчи период штормов. Поэтому вряд ли паромы смогут обеспечить. Это с точки зрения военной подспорье для вооруженных сил Украины. Меньше будет поступать топлива, меньше будет поступать боеприпасов, техники, вооружения и личного состава на полуостров. И, соответственно, это все усиливает южную группировку. Это питает Запорожское направление, это питает Херсонское направление и ту группировку войск, которую они формируют в районе Мелитополя. Так что, с военной точки зрения, подспорье будет. Оно будет не так резко заметно, оно со временем. Но и не полностью оно перекроется, снабжение, но оно снизится. Теперь, что касается политической составляющей. Что бы там ни говорили, какие версии бы не выдвигали, а их несколько, я тоже на этом остановлюсь. Но вы должны понимать, что это политическое поражение. Это мост, это жемчужина, которой гордился Путин. Вспомните, что произошло, когда был первый удар по территории Крыма. Когда мы ударили по аэродрому в Саках. Почему, говорю уже уверенно, мы? Потому что этот удар признал главнокомандующий вооруженных сил Украины. Он сказал, что это мы. Саки, аэродром в городе Саки, это удар вооруженных сил Украины. Так вот, после этого были проведены учения. Помните, белый дым в районе Керченского моста, Керченской развязки, какие-то там стрельбы, что-то там громыхало. Это были учения по отражению нападения диверсионно-разведственных групп наших. Якобы, они тренировались. Потом были расставлены баржи с какими-то отражательными уголками, для того, чтобы размыть радиолокационную картинку для радиолокационных станций и для головок самонаведения ракет. Потом были развернуты дополнительные ПВО, самый мощный С-400 «Триумф», С-300, там все-все-все, все что угодно. Птица не подлетит, мышь не прошмыгнет к Керченскому мосту. А тут бах, прилетела ракета и Керченского моста нет. Так вот, и Путин так гордился этим Керченским мостом, что они замкнули кольцо и для него оставался только сухопутный коридор в Крым пробить через Украину. Он надеялся путем полного поглощения Украины. Вот, а теперь Россия боится, вот сколько прошло времени, почти 12 часов с момента удара, около 6, и сейчас 6 по Киеву, значит 12 часов прошло. Они выдумывают все что угодно. И нарушение мер пожарной безопасности, и какой-то самоубийца, смертник на грузовике. Я вам скажу, что смертник на грузовике не мог обвалить 3 пролета моста. Да даже 2 было бы очень тяжело. Тем более, что грузовик, это был бы для взрыва грузовика, подрыв грузовика. Для моста это воздушный взрыв. Почему? Потому что, ну сколько высота кузова? Где-то чуть больше метра, метр 20 где-то, обычно. У маленького фургончика около метра высота. И внутри фургона, если находилась взрывчатка, для моста это был бы воздушный взрыв. Для того, чтобы обвалить воздушным взрывом, это значит, что на мост воздействовала бы только ударная волна. А для того, чтобы такой мощности создать ударную волну, я не знаю, нужен был такой мощный заряд, который бы снес еще и пролет железнодорожного моста рядом. То есть, эта версия, она никак не клеится к тому, что это был грузовик, смертник, там с Краснодарского края водитель, который подорвал себя на этом мосту. Кстати, одно из самых первых видео, рекомендую всем, там где видео снято с видеорегистратора машины, где едет легковая машина, видеорегистратор снимает обстановку, он же пишет звук. И на этом видео, это 3 или 4 секунды, и там четко слышно, что что-то прилетает. Летит, удар, взрыв, и все. На этом машина остановилась, регистратор потух, видно, получила повреждение. Но судя по тому, что видео сохранилось, значит, регистратор целый остался, машина не попала под взрыв. Возможно, повреждение осколками и взрывной волной. Вот, поэтому думаю, что и они выдумывают любую версию, но признать для Путина, признать, что это сделала Украина, допустим, или предположить даже, это катастрофа, которая повлечет за собой новую волну кризиса, внутриполитического кризиса в Российской Федерации. Кстати, так, когда был первый удар по Крыму, тогда говорили, что вывозите, кто хочет жить в России, вывозите имущество и семьи в Российскую Федерацию. Потому что Крым, это Украина. Теперь мост закрывается. Я скажу так, что если мы официально признаем этот удар, ну, в любом случае, кто бы это ни сделал, лиха беда начала, как говорят в Российской Федерации. Так что, я так понимаю, что если нашли средства, которые мы достанем до этого моста, значит, этому мосту больше не жить. Вот эти пролеты будут добиты. Если начнут ремонт, мы еще раз добьем. Вспомните Антоновский мост. Считайте, что это была генеральная репетиция. Только там были хаймарсы, которые не могли разрушить пролет. А тут что-то очень мощное, что снесло несколько пролетов дорожного покрытия. Так что, автомобильной части этого моста. Так что, вот такая вот ситуация. Россия боится признать. Это, кстати, еще раз говорит о том, что у России сегодня больше нечем ответить. Они боятся поражения, признать поражение, потому что это будет политическая смерть Путина. Ответить они вряд ли чем смогут, потому что эскалацию на фронте они не могут провести. А, единственное, о чем они могут ответить, это ракетными ударами, ударами вот этими дронами Камикадзе, иранского производства, который, к величайшему сожалению, Иран поставил Российской Федерации. Так что, нам надо быть готовым к тому, что может быть, что угроза нанесения ракетных ударов и ударов беспилотниками резко может возрасти в ближайшие дни. У Кремля есть небольшое запаздывание, и они в тот же день реагируют. Вот завтра, послезавтра, это да, это может очень сильно проявиться со стороны Российской Федерации. Так что, будьте готовыми. Это я обращаюсь к нашим жителям, тем, кто проживает на территории Украины. Вот, ну, а больше нечем. Ну, и вопрос ядерного оружия, но пока я вижу, что шантаж не получается, вряд ли Россия решится, потому что, если бы хотели, уже бы давно бахнули. А раз ищут причины и пугают, значит, очень похоже на, как, опять же, в российской поговорке, держите меня семеро, я его буду бить. Вот, примерно так же сейчас происходит, на мой взгляд, с ядерным оружием со стороны Кремля. Ну, и посмотрим, как Кремль будет реагировать на дальнейшие действия в плане того, что, насколько они сегодня способны признать. Или опять будет НАТО обвинять, или опять будет, ну, обвинять НАТО бессмысленно в атаке на Крымский мост. Вот, может, обвинять кого-то, скажут, зеленые человечки. Как это в 14-м году было в Крыму. Может, опять зеленые человечки пришли и подорвали мост. Вот такая вот главная новость, которая сегодня сделала, по-моему, день во всей Украине. И не только в Украине, и в других странах, где поддерживают Украину, где высказывают нам всяческую поддержку. Вот, так что посмотрим. Кстати, есть даже версия, что якобы Крымский мост рванули ФСБшники по принципу, как 10 домов в районе Каширского шоссе, когда начинали Вторую Чеченскую войну. Ну, на мой взгляд, субъективной, вряд ли эта версия, она имеет права на жизнь, но вряд ли эта версия может быть реальной. Почему? Потому что сегодня ФСБ дискредитировано очень сильно. И еще добавить масла в огонь тем, что, опять же, если это террорист-смертник или это диверсионно-развитетная группа из Украины, как могут сейчас сказать российские пропагандисты, то тогда, ну что, ФСБ надо расформировать. То надо выкатывать гильотину, как я люблю говорить, и рубать головы там, ну, образно говоря, рубать головы, начиная от ФСБшной агентуры в Крыму и заканчивая Бортниковым, шефом ФСБ, вместе с Патрушевым, как главой Совета нацбезопасности России. Да как же вы допустили, да? Крымский хан на изюмском шляхе балуется. Да как же вы допустили? Вот примерно так должен реагировать Путин, если это действительно разведгруппа или террорист-смертник. То есть, вот, на мой взгляд, это еще один гол, ворота. Остался один скреп. Почему я говорю предпоследний? Осталась одна скрепа у Путина. Одна единственная. Это Красная площадь. Или город Москва, будем так говорить. Если прилетит беспилотник какой-нибудь и упадет и взорвется в Москве, ну тогда все. Тогда уже надо над кремлевскими звездами выбрасывать, точнее на здании, как там было, как это здание называют, Верховного Совета. На здании Верховного Совета, тогда было СССР, сейчас, наверное, Российской Федерации. Вот, надо поднимать белый флаг. Так что, одна скрепа осталась. И я думаю, что мы дойдем до этой скрепы. И эта скрепа будет повержена. Ну и еще две новости. Одна информационная. Это то, что Путин назначил нового командующим войсками Российской Федерации в Украине. Причем по второму кругу пошел. Видимо, скамейка запасных в плане назначения командующих у Путина закончилась полностью. От слова совсем. Опять генерал Суровикин, командующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, назначен командующим войсками Российской Федерации в Украине. То есть, руководитель на специальной военной операции. Мы долго гадаем. Суровикина назначали на отдельное направление, когда шли бои за Мариуполь и за бои. Они там с Дворниковым меняли друг друга или параллельно работали, там трудно сказать. И когда шли бои за Донецкую область, в районе Волновахи и дальше туда, и на север. Но тогда Суровикин, кстати, не справился. И потихонечку его отстранили, он отошел от командования войсками. А сейчас, бах, он опять появляется. Дворников уже вернулся на свою должность. Видимо, там перекрестился три раза, зайдя в свой кабинет в Ростове-на-Дону. Видимо, перекрестился три раза, что хоть сохранил кресло командующего Южным военным округом. Хотя не факт, сейчас может его и потерять в результате неудачных действий на линии фронта. Суровикин по кличке Мясник принимал участие в Второй Чеченской войне. То есть, отличился там жестокостью и принимал участие в войне в Сирии. Он ему приписывает авторство вот этих ковровых бомбардировок. И, в принципе, за ним числится стирание с лица земли сирийского города Алеппо. Он довел город до такого состояния, что ополченцы ушли из города, потому как не было смысла защищать руины. Как было сказано командованием ополченцев. И оттуда ушли не только ополченцы, ушло и мирное население. Когда прекратились ковровые бомбардировки, тогда население начало возвращаться обратно. Вот такие вот перетрубации сделал Путин в командовании. Ну, я думаю, что опять же, повторюсь, скажу, лиха беда начала. То есть, перетасовка генералитета началась, тасует как колоду карт. Посмотрим, начнут выпадать карты из этой колоды или нет. Или просто будет постоянная перетасовка в поисках оптимального командного состава в Генеральном штабе Российской Федерации. Ну, и позитивная новость. То, что я вам вчера сказал, что несмотря на такое серьезное довольно высказывание Джо Байдена по отношению вероятности применения ядерного вооружения со стороны Российской Федерации против Украины, в Пентагоне более реалистично смотрят на эти вещи и считают эту вероятность очень низкой. Так вот, сегодня появилась новость, что в Пентагоне не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Это огласил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер. То есть, это подтверждает то, что мы говорили с вами, что они постоянно отслеживают места хранения, они могут отследить попытку перемещения ядерного заряда, что они и делают. Они отслеживают эти места хранения, вот, и, соответственно, они отсюда же и делают такие выводы. Ну, цитата, вот, приведу его цитату. Мы не считаем, что Путин принял решение применить ядерное оружие в данный момент. Но США продолжают относиться к угрозам России очень серьезно и следят за ситуацией. Так сказал представитель Пентагона генерал Пэт Райдер. Вот такие вот новости военные, военно-политические в Украине, вокруг нее. На этом мы военную часть нашего обзора с вами заканчиваем. И по традиции я сделаю перерыв. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Ну, и мы через некоторое время продолжим. Итак, продолжаем. Начинаем вторую часть нашего видео. А это ответы на ваши вопросы. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий вопрос. На примере Белой Церкви, понимая, что я неверно понимаю термин, критическая инфраструктура, что туда входит? Не только сугубо гражданские объекты, но и частично военные? Нет, не совсем. Смотрите, к критической инфраструктуре относятся те инфраструктурные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. То есть, которые влияют на жизненно важные элементы. Сюда относятся энергетические сети, электрические сети. То есть, подача света в дома. Сюда относятся тепловые сети, сюда относятся газовые сети, сюда относятся водоснабжение и сюда относятся канализация. Плюс транспортная инфраструктура, потому что это обеспечение продовольствием, лекарствами и перевозка людей. Транспортная инфраструктура, причем как железнодорожная, так и автомобильная, так и воздушная. Аэропорты, хоть они сейчас и закрыты, но тем не менее, уничтожение оборудования аэропортов и введение их из строя, допустим, как в Кривом Роге. В Кривом Роге, когда была атака на аэропорт, там констатировало руководство, местное констатировало, что оборудование аэропорта выведено из строя. И он не в состоянии сегодня принимать самолеты. Это значит, что его надо будет восстанавливать после войны. Вот это критическая инфраструктура. Военная инфраструктура имеет немножко другое значение и она относится именно к обеспечению военных действий. И военная инфраструктура, она влияет на ход самой войны. Поэтому там есть свое понятие критической инфраструктуры. Сюда относятся логистические центры, склады, базы снабжения, места сосредоточения войск, учебные центры и пункты постоянной дислокации войск. Вот это относится к военной критической инфраструктуре. Но это две параллельные инфраструктуры, которые иногда пересекаются, иногда нет. Но когда говорят, что объекты критической инфраструктуры, в основном имеется в виду гражданская инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность городов и проживание в них мирного населения. Вопрос. На видео с разрушения Крымского моста четко видно, что толщина асфальта в месте обрушения не более 10 сантиметров. Также не видно арматуры, настолько ли он неуязвим. Смотрите, объясняю. То, что толщина 10 сантиметров укатанного асфальта, это может говорить о том, что стырили. Очень много стырили. Должно быть два слоя по 10. Судя по тому, как у нас строят иностранные компании, делают нам дороги перед войной, это великобудивництво, которое объявил президент, то мы все наблюдали строительство. Я часто за рулем наблюдал, они ложат два слоя по 10 сантиметров укатанного асфальта. И тогда считается, что, ну, во всяком случае, я так видел, так строит турецкая, вот это, Таир, по-моему, правильное название, строительная, дорожно-строительная компания, которая, как оказалось, она получила, по-моему, генеральный подряд на строительство вот этих вот дорог. Поэтому, если вы видите только один слой на снимке, значит, второй слой у Ротенберга в кармане. Он финансировал это строительство. Что касается арматуры, дело в том, что мы не видим перелома самого пролета, он находится под водой. Мы видим с вами место изгиба дорожного полотна в стыке на опорах. А вот эти вот секции пролетов, они не соединяются, они не монолитятся, они не соединяются. Там между секциями от опоры до опоры ложится секция. Потом на эту опору ложится вторая секция до следующей опоры. Так вот, вот этот стык этих двух секций мостового пролета на одной опоре, это называется деформационный шов. Он не должен связывать жестко эти два пролета. Между ними есть специальные, обычно ложат металлические листы и делают стык. Там они играют. За счет изменения температуры они могут удлиняться или укорачиваться. И эти секции стоят, как правило, на волках. То есть стальные волки. И на этих волках эта секция может свободно перемещаться. Ну вот, очень хорошо это заметно. Знаете, где можете посмотреть? В Киеве есть мост Патона. Но он сделан из одной секции. Уникальность этого моста в том, что все 800 метров мостового пролета это одна стальная балка. Это он цельно сварной. У него все опоры, вот эта вот балка 800 метров, она лежит на опорах, на волках. И она может играть при разнице температур, зима, лето, длина этого мостового пролета может изменяться до 25 сантиметров. Стыков, жестких стыков с берегом этого моста не существует. Там есть специальные такие, называются деформационные швы. Они делаются либо с помощью накладки стального листа толстого, либо делаются такие шипованные стыки, которые, как вот шип, заходят один в другой. За счет этого мостовой пролет может, ну, можно так сказать, дышать. Или может деформироваться за счет изменения температуры. Поэтому вы не видите арматуры. Вот одна половина отпала, она упала. Там вот, где излом, там арматура торчит, но она под водой, мы ее не видим. А в этом месте на ней был наложен только асфальт. Ну, современные технологии, возможно, позволяют, чтобы этого стыка не было видно. И асфальт оставался сплошным. А вот этот деформационный шов оставался скрытый укатанным слоем асфальта. Так что это конструктивно. Кстати, хочу напомнить, что где-то весной, по-моему, была произведена какая-то спецоперация. Они говорили в открытых средствах массовой информации о том, что мы провели их спецоперацию. И был захвачена вся документация, конструкционная документация Крымского моста. И мы тогда еще говорили, что о, ура, мы теперь знаем его все особенности. И знаем его слабые места. Вполне возможно, что в то время захват документации сейчас помог тому, кто наносил удар по этому мосту. И удар был нанесен, видимо, выбрали наиболее слабое в конструкционном отношении место. Вот так вот. Ну, кстати, я и говорил вам очень часто, что не надо обрушать центральный пролет. Самый большой и так далее. Зачем усложнять, точнее, портить фарватер в Керченском проливе. Тем более, что он наш, он находится на нашей, по демаркации Керченского пролива, фарватер на нашей половине Керченского пролива. Поэтому я говорил всегда, достаточно либо стык моста и берега, либо какой-то любой пролет, который находится близко к берегу. Что и было сделано. Вот такая вот ситуация с этим повреждением. Следующее. Скажите, пожалуйста, как влияет изменение погоды для наших, то есть ваших военных, а также оккупантам на поле боя от погоды, холода, осадков, грязи? Кто больше выиграет? Влияет ли капризы природы на настрой мобиков, которые недавно были вынуждены покинуть свои теплые, уютные дома? Меняет ли это тактику вооруженных сил Украины? Спасибо за ответ. А, вопрос из Узбекистана. Поэтому вот он исправил слово «наши войска» на «ваши». Смотрите, конечно же влияет. Низкие температуры, распутица, дожди влияют. Они снижают боевую активность. Из-за того, что усложнено перемещение техники, усложнена логистика. И солдату надо дать больше времени на то, чтобы просушиться и согреться. И я скажу, выигрывает та сторона, которая лучше подготовит своих солдат. Та сторона, которая лучше обеспечит теплыми вещами, непромокаемыми вещами, непромокаемой обувью. Которая оборудует непосредственно возле позиции, оборудует пункты обогрева личного состава. Чтобы люди могли прийти, посушиться, поесть там горячей пищи и согреться. Потому что сидеть в сыром окопе, который наполняется водой во время дождя, но ни один человек долго не выйдет. Это не лето, это все-таки осень. И выигрывает та армия, еще раз повторюсь, которая лучше подготовит своего солдата. Конечно же, если мы смотрим на те проблемы, которые сегодня есть с мобилизацией в Российской Федерации, где все надо покупать за свои деньги, где им выдают кирзовые сапоги, которые не держат влагу, которые промокают. И где даже вместо носков им выдают портянки. И разница, дай бог, чтобы на зиму дали зимние портянки, а не летние. Да, кстати, кто не знает, кто не носил портянки, они бывают зимние, бывают летние. И одни тоньше, другие толще. Ну, нога мерзнет одинаково, что летом она очень сильно потеет, нога портянка в сапогах. А зимой, то же самое, нога если вспотела, то она очень быстро замерзает. Потому что сапог тонкий и практически не держит. И портянка, я скажу так, не самая лучшая обувь. Их выдавали, потому что Советский Союз не мог себе позволить экономически солдата обуть в носки. И дать ему что-то другое, кроме кирзовых сапог. Вот такая вот, кто лучше подготовится, тот и будет иметь преимущество. Подскажите, пожалуйста, какие вы видите варианты окончания войны? Просто не верится в то, что Путин признает поражение и выведет войска. Больше верится в то, что будет идти до конца. Да, вы абсолютно правы, Путин никогда не признает поражение и Путин будет упираться до самого конца. Вопрос, кто этот конец обеспечит. Я так думаю, что в конечном итоге этот конец обеспечат либо бунты мобилизованных, которые начнутся в ближайшее время, потому как условия содержания тех, кого отмобилизовали, они крайне плохи. Это раз. И второе, когда пойдут первые убитые, а они уже начали поступать, когда это число будет увеличиваться, то следующая партия мобилизованных будет категорически отказываться ехать в район боевых действий, то есть в Украину. И вот тогда эта ситуация может перейти в состояние бунта. А это может быть сигналом для элит, что с Путиным дальше каши не свалишь. Хотя сегодня даже такие удары по скрепам, как Крымский мост, который они обещали защитить всеми силами, которым гордился Путин, вот что ему сейчас говорить элитам? Вот что сейчас Путин выйдет, соберет совещание и скажет, ему скажут, как же так? Как же так? Где же супер вооружение? Где ПВО? Где ФСБ, чтобы там не допустить диверсантов? Почему? Взорвался. Вот ответьте вопрос. Самый сложный вопрос в мире, да? Почему? И Путину нечего говорить. А это значит, что вождь, как Мауглис говорил, Шархан, Акела промахнулся. Вот так говорил в известной сказке. Так вот, с Крымским мостом у Путина Акела промахнулся. И вот такие вот ситуации, они доведут до того, что плюс разгром российских войск на поле боя, а имеется ввиду контрнаступление вооруженных сил Украины, оно сподвигнет элиту. В любом случае это будет делать элита, это не будет штурм зимнего дворца, как в 17-м году. Это будет элита. Единственное, что когда та часть элиты, которая захочет сместить Путина, почувствует, что есть опора, на что опираться, это либо восставшие, мобилизованные, либо сговор в силовых структурах, неважно в каких, в генштабе это может быть, за то, что там генералов сейчас снимают, сажают под арест. Я вам вчера зачитывал справку, сколько высших офицеров, генерала, генерал-лейтенанты, генерал-майоры уже пострадали от репрессий. Кто-то арестован, кто-то под домашним арестом, кто-то снят с должности и карьере его, все, точка. А как генералу жить, если его уволили? Войска нет, воровать больше нечем. Кто дачу генерала будет достраивать? Сам что ли? Или деньги тратить, нанимать? Нет, этого. Вот они, да, если они договорятся, то да, будет дворцовый переворот. Вот это может быть, кстати, в этом случае война закончится сразу после, я так думаю, в ближайшее время, точнее, ну это мое субъективное мнение, в ближайшее время после свержения Путина или отстранения Путина от власти. Новая элита захочет переговоров с Западом. Условия переговоров будет вывод российских войск с территории Украины в границах 91-го года. Вот вам вариант окончания войны. Второй вариант, худший для нас, но все равно приемлемый, это освобождение наших территорий вооруженным путем, выход на границы 91-го года, а дальше артиллерийская дуэль. С требованием, допустим, к организации объединенных наций мы будем требовать от ООН поставить миротворцев прямо по границе. Как это, допустим, сделано на Северном Кипре, да, там войска ООН проводят миротворческую операцию по разделению противоборствующих сторон. На границе Северного Кипра и Основного Кипра стоит солдат под флагом ООН в голубой каске. Так называют войска миротворцев, не подумайте ничего плохого, их называют голубые каски, потому что действительно каски окрашены в голубой цвет и на них нанесен эмблема ООН. Так вот, там стоит солдат ООН, войск ООН, и получается, кто бы не открывал огонь, он стреляет в сторону солдата ООН. Ну, вот такая вот, кстати, эта операция прописана по разделению противоборствующих сторон, прописана в уставе ООН. Вот это вариант, конечно же, худший. Тогда мы превращаемся, мы тогда, точнее не превращаемся, мы тогда будем находиться примерно в таком же статусе, как сейчас Израиль, то есть у нас граница станет линией фронта на долгие годы, пока будет править Путин и его клика в Российской Федерации. Вести с Путиным переговоры мы не будем, мы об этом уже сказали официально. Это, кстати, тоже еще одна скрепа, разрушенная нами, и это сигнал элитам Российской Федерации, что хотите переговоров, пожалуйста, меняйте вождя, меняйте политическую элиту власти, и мы готовы к переговору, выводите войска, и мы готовы к переговорному процессу. Вот такие варианты, два варианта я вам нарисовал, между ними может быть куча комбинированных вариантов, но два основных, лучший это Дворцовый переворот и более сложный, более длительный вариант, но для нас тоже приемлемый, это военный разгром российских войск на территории Украины. Вопрос. Мы знаем, что Крабы неплохо работают в Украине. С точки зрения опытного артиллериста, как можно было бы улучшить это оружие? Привет из Варшавы. Что касается западных образцов вооружения, не только Крабов, кстати, относится, это относится и к Цезарям французским, это относится и к ПЗХ-2000 немецким галубицам. Возможно, пока еще нет данных таких статистики, это будет относиться и к Сюзане, и к Дане. Данная это чешская галубица, Сюзана это словацкая галубица. В чем особенность? Особенность в том, что эти галубицы все, они, ну я бы сказал так, они очень прихотливые. Они требуют высококачественного технического обслуживания и довольно частого этого технического обслуживания. То есть, лимит использования этой галубицы по выполнению огневых задач очень маленький. Это вот как купили вы машину, да, и надо постоянно ее раз в год, как минимум, надо ставить на СТО для технического обслуживания. Вот, то же самое и здесь. После выполнения определенного количества огневых задач эти галубицы требуют обслуживания, иначе начинаются отказы. Вот, вот что бы я поменял во всех образцах, я бы сделал их менее прихотливыми к техническому обслуживанию, более выносливыми. Вот старое советское вооружение, оно, да, оно отстало технологически, но в плане выносливости оно намного лучше в этом смысле. Вот, вот это единственный, наверное, недостаток, потому что интенсивность ведения боевых действий говорит о том, что надо либо иметь два комплекта, которые бы постоянно меняли, да, если потребовало, там, автоматика высветила. Ну, в этих галубицах, вот поймите, там все, очень многие процессы автоматизируют. Вот как у вас, вы едете на машине, у вас сразу загорелся гаечный ключик, чек, говорят водители, загорелся чек на приборной доске. И она вам написала, машина требует технического обслуживания, там, через столько-то километров. И вы что делаете? Вы записываетесь на СТО, ставите машину на обслуживание. То же самое происходит здесь. Так вот, я бы эти лимиты значительно бы увеличил, от обслуживания до обслуживания. И там обслуживание наступает либо по пробегу, либо по настрелу, либо по сроку. Естественно, у нас сегодня вот эти чеки технического обслуживания загораются в основном из-за настрела. Пробег небольшой, срок между ТО не выбранный, а вот количество огневых задач, выполненных из этой гаубицы, оно превышает предельно допустимые и требует технического обслуживания. Вот это, на мой взгляд, единственный недостаток. В остальном, я считаю, что, в принципе, это артиллерия Запада довольно на хорошем технологическом уровне. Особенно нравятся вот эти последние разработки автоматических гаубиц, типа Арчера, с полным автоматом заряжания и отсутствием номеров расчета. Командир и водитель. И этого достаточно. И еще один такой вопрос рассмотрим сегодня. Вот да, очень интересно, как Иран, находящийся 43 года под санкциями, смог сделать такие беспилотники? Вопрос из той же серии. Откуда у нашей Росгвардии и ОМОНа, которые разгоняют антивоенные митинги, новейшее западное вооружение? Это Санкт-Петербург. Вопрос из Санкт-Петербурга. Поэтому Росгвардия и ОМОН, это имеется в виду российская. Ну, давайте начнем с того, что Иран не 43 года под санкциями, а 20 лет. Он более 20 лет под санкциями. Вот. Это, наверное, первый момент. И второй момент. Дело в том, что... Вы же понимаете, что санкции имеют дырки. Нет правил без исключений. Поэтому все находят обход этим санкциям. Например, Китай в серую покупает у Ирана нефть. Кстати, ликвидация в прошлом году генерала Сулеймани, одного из заместителей командира, точнее, корпуса стражей Исламской революции в Ираке, которого ликвидировали, говорят, что он был отцом и прародителем серой схемы продажи иранской нефти Китаю. И ликвидация его была связана именно с тем, что Соединенные Штаты хотели поломать именно эту схему, чтобы Китай в серую не покупал у Ирана нефть. Вот отсюда. Кстати, мы сегодня выяснили, препарировав... Мне понравилось это выражение. Препарирование. Когда-то мы в школе все с вами, ну, кто в советской школе учился, препарировали лягушку, изучая биологию. Вот. Так вот, мы разобрали до винтика вот этот шахид 136-й. И выяснили, что эти самые платы, электронные платы бортовой электроники печатались в Китае. А на этих платах, на некоторых, стоят американские микрочипы. Вот теперь сейчас, я говорил вам вчера, что сейчас мы будем передавать Соединенным Штатам все данные, чтобы они вычислили, помогли нам вычислить, какие компании и, соответственно, как они обходят санкции по поставкам. Вот отсюда у Ирана такие дроны. А скопировали они этот дрон с того, что сбили американский. Они сбили американский дрон-разведчик. Где-то в горах им чудом удалось его сбить. Но они его разобрали. И вот все, что смогли скопировать, они скопировали. Как они смогли скопировать микросхемы, так они их и скопировали. Такой у них получился дрон. Они даже на сегодняшний день не могут точно огласить его окончательные тактико-технические характеристики. Вот откуда у Ирана такие дроны. Плюс, смотрите, Российская Федерация тоже брала Российская Федерация, точнее еще Советский Союз, когда на Иран наложили санкции. А вообще-то вы, наверное, правы. Потому что санкции накладывались еще во времена Советского Союза. И да, действительно, Иран, наверное, уже 43 года под санкциями. Вы правы, да. Так вот, Советский Союз тогда еще получил программу нефть в обмен на продовольствие. И мы забирали иранскую нефть, она очень хорошего качества. Советский Союз ее продавал, естественно, на Запад, на международном рынке, как свою. А Ирану мы поставляли продовольствие. Потом это пальму первенства перехватила Российская Федерация. Как вы думаете, откуда в Иране ракетные технологии? Их передала Россия. Откуда в Иране атомные технологии? Их передала Российская Федерация. Кто строит в Иране сегодня атомную электростанцию? Российская Федерация. Соответственно, кто мог научить иранцев строить центрифуги и обогащать Уран? Российская Федерация. Вот вам ответ на вопрос, откуда. Точно такая же ситуация у Российской Федерации. Ну, кстати, российские ОМОН и Росгвардия свою амуницию могли покупать еще до введения санкций. Хотя на Росгвардию, согласен, вполне возможно, что покупалась в обход санкций, потому что Росгвардия формировалась в 2018-2019 году. До этого был только ОМОН и что там у вас еще было? Беркут это был у нас, а у вас, по-моему, был ОМОН и все. Так что, и с подразделения полиции. Ну что ж, на этом, наверное, мы вопросную часть тоже на сегодняшний день закончим. И приступим к третьей части нашего с вами видео. Это оглашение приветствий, которые вы прислали в основном за прошедшие сутки. И приветствие сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Первое. Я украинка, живу давно в США, штат Миннесота, всей душой с Украиной и жителями этой прекрасной страны. Сердце на части рвется видеть и слышать, что приходится переживать жителям Украины в это страшное время. Очень надеюсь, наказание настигнет каждого, участвовавшего в этом безумном преступлении против украинского народа. Смотрю эфиры. Украина победит, наш народ нельзя сломать. Такое вот из Соединенных Штатов. Я Рома, и меня увезли в 11 лет в 1994 году в Израиль. На Украине, на Украине мовы. Хочу подякувать вам за все, за все ваше профессийное бачение. Мы эвакуировали бабушку в апреле с Харькова. Она патриотка и собиралась оборонять Харьков сама. Ей 88 лет. Уже, уже. Но она в явном уме и учила меня украинской мивы. Чувствуется, что бабушка немножко недоработала. Дякую вам. Пержмога буде за вами. Вот так вот написал человек. Видите, а пытается все-таки. Бабушка надо отдать ей должное в таком возрасте. Но смогла научить внука хотя бы азам украинской мовы. Меня зовут Янина. Я с Николаева. Живу 20 лет во Флориде. Помогаем беженцам и людям, живущим в Украине. Контактируем с сенаторами, губернаторами, чтобы передали больше дальнобойных ракет и установок для вооруженных сил Украины. Слава Украине! Все будет Украина! Вот видите, как хорошо в Соединенных Штатах каждый избиратель может дойти до своего сенатора, до своего губернатора и задать ему вопросы. Между прочим, они обязаны, вот эти политики обязаны ответить. Если они не ответят на одном проигнорированном ответе, в следующей избирательной кампании этого сенатора или конгрессмена порвут просто в клочья, и он вряд ли выиграет следующие выборы. Вот у них такая... Поэтому они за каждый голос борются. Добрый вечер, Украина! Мы из Азербайджана. Любим вас и молимся за вас. Ну вот очень много, кстати, приветствий с Азербайджана. Должен сказать спасибо вам огромное, Азербайджан. Очень отзывчивая страна, очень хорошие люди. И скажу, что Азербайджан очень сильно помогает. Мне очень обидно слышать, когда у нас так относятся к Азербайджану или там, допустим, поддерживают больше, больше поддерживают Армению в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Во-первых, Армения захватила эти земли в 93-м году с помощью, не без помощи, точнее, военных, советских военных, которые давали технику и вооружение из тех частей, которые стояли на территории Армении. Это первое. Второе. Я вижу сегодня, что в Армении проходят митинги в поддержку русских бейте хохлов с такими лозунгами. А Азербайджан дает нам топливо на посевную. Азербайджан дает нам гуманитарную помощь. Азербайджан поддерживает нас в этой освободительной для нас войне. Но некоторые политики и в нашей стране, и даже деятели искусства позволяют себе противоположные высказывания. Наоборот, в поддержку Армении, а не в поддержку Азербайджана, в борьбе Азербайджана, как я считаю, за свою территориальную целостность. Привет из Ирикявика. Слушаю вас каждый день. Помогаю и молюсь за Украину. Я из Запорожья. Живу в Исландии 10 лет. Слава вооруженным силам Украины. Слава захисникам моей нынки. Все будет добре. Все будет Украина. Спасибо за то, что вы каждый день открываете кусочек правды. Смотрим вас из Нидерландов. Живем здесь давно. Но вот уже 7 месяцев все свободное время отнимает эта новая реальность. Болеем за Украину. Слава Украине. Храни Божию Украину. Светлая память погибшим. Паримоги нам всем. Молюсь каждый день. С первого дня с Украиной. Питер. Или Питер. Питер. Вот так правильно. Мы в Мелитополе смотрим вас. А сейчас мы в Мелитополе смотрим с удовольствием и с интересом. Пытаясь дождаться из ваших уст, как наших бойцов будут встречать в нашем любимом городе. Слава Украине. Слава нашим освободителям. Да. Мелитополь в плане освобождения это однозначно. Но единственное, что он просто очень глубоко в тылу от линии фронта. И поэтому я думаю, что до него надо будет еще дойти. Поэтому потерпите, мелитопольцы. Но мы придем к вам. Все равно придем. Я из России. Вся моя семья сердцем с вами. Восхищаемся вашим свободным и мужественным народом. К сожалению, у нас только старые да малые ничего сделать не можем. Только молимся за вашу победу. Неправда. Верьте в себя. Все вы можете сделать. Любой народ может, как говорят, народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Поэтому, если вы не хотите это правительство, вы имеете право его сменить. Вам надо только понять, насколько силен народ в своем порыве. Приветствую из солнечной Испании, из Малаги. Мы родом с Украины. Внимательно слушаем, переживаем, надеемся на победу. Наши люди самые стойкие. Пару лет назад к нам в гости приезжала бывшая одноклассница из Москвы. Привезла вазочку для конфет с наклеенным гербом Российской Федерации. И так гордо вручала, как будто это ларец с золотом. Мне даже странно показалось, что так гордится символом России. Ведь она же с Украины. Ну да ладно. Когда началась война, мой муж полвечера сидел наждачкой и стирал наклейку. Думаю, украинцы нас поймут. Просто противно. Слава Украине. Держитесь. Добро побеждает зло. Вот так люди даже поступают с символикой Российской Федерации. Мы из Израиля смотрим, переживаем, нервничаем, переживаем героям славы. Вот такое вот коротенькое из Израиля. Привет из Петербурга. Жду победы Украины. Слушаю. Гоните проклятых орков со своей священной земли. Слава Украине. Вот какое хорошее. Привет из России. Город Лениногорск. Республика Татарстан. Очень за вас болеем и переживаем. У нас много здравомыслящих людей. Как и по всей России в целом. Очень обидно, когда всех под одну гребенку. Мы ненавидим эту путлеровскую власть и ждем каждый день ее краха. Очень стыдно перед Украиной и всем миром, что мы сами это все допустили. И не предотвратили воплощение задуманного бункерным маразматиком. Переругался с очень многими, кто подвергся пропаганде Первого канала. Со многими полностью порвал все контакты. В том числе и с зомбанутыми друзьями и близкими. Нас все равно немало. И мы с вами. И только с вами. Слава Украине. Героям слава. Ну, очень приятно, что люди понимают и пытаются нести это понимание своим окружающим. Привет. Привет взрыму. Слухаю. Слава Украине. Слава Богу. Слава воинам Сбройных Сил Украины. Добрый вечер с Кипра. Молимся и слушаем вас внимательно. Господи, дай сил каждому украинцу выстоять в этой несправедливой путинской войне против украинского народа. Привет из Берлина. Слушаем каждый день. Ждем победы Украины. Уважаемый Олег. Освобождая Украину, вы освобождаете и Армению. Дякую. Первый раз пришло приветствие из Армении. Не мог не зачитать. Понимаю, что всегда найдется человек, который понимает ситуацию правильно. Пане Олеже. Дякую вам за информацию. Дуже сподеваемо, что скоро почуты вид вас, что мои ридные мисты Северодонец из Вильнина. Да, у Северодонецка очень хорошие шансы. Ну, можно даже где-то, наверное, сказать, что он в очереди в числе первых на освобождение вместе с Лисичанском. Привет из России. Очень стыдно и позорно жить в таком государстве. Люди зомбированы. Близкие, родные даже не хотят слушать другую точку зрения. Есть только кремлевская пропаганда. Остальное это фейки. Немногие только просветлены, по крайней мере, где я живу. У меня такой вопрос. Допустим, меня этот режим посадит. Поджог военкомата. Или уклонение от призыва. Вопрос. Могут ли рассчитывать такие, как я, или политзаключенные на освобождение от нового режима? Да, конечно. Я думаю, что с сменой этой власти в любом случае должны прийти к власти либо либерал-демократы, либо демократы, будем так говорить, либо технократы. Технократы обычно в любом случае реформы неизбежны. И, как правило, жертвы предыдущего режима, особенно те, кто будет отнесен к политическим заключенным, имеют полное право на амнистию. И, скорее всего, она так бывает. Новая власть обычно таким способом проявляет лояльность к населению. И показывает, что они за население, что они выражают чаяние народа, как это было принято говорить. Всегда есть вот такая вот волна оттепели с сменой политического строя. А в России именно это должно произойти. Я надеюсь, что в ближайшее время. А вот противоположный ответ, я так понимаю, это написал кто-то из наших украинцев. Вы от нас ждете освобождения? В смысле, что мы вас будем освобождать? Я понимаю, что в России немало людей, сознание которых не деформирована пропаганда. Ну и Богу, как бы хотелось просто от всех вас, даже разумных, отгородиться во всех смыслах. Хотя понимаю, что это вряд ли возможно, без обид. Это ваша страна. Может, стоит самим ею заняться? Вот, кстати, мне кажется, ну это то, что я и говорил. Каждый народ заслуживает то правительство, которое он заслуживает. Поэтому, да, действительно, в первую очередь, спасение утопающего дело рук самого утопающего. Очень переживаем за родную Украину. Огромное спасибо вооруженным силам. Живем в Калифорнии 25 лет. Все переживаем и помогаем как можем. Доброго вечера. Я, как завжды, на звязку с вами и Ордания. Слава Украине. Слава взбройным силам Украины. Мы переможем. Знамы Бог, знамы Правда. Да, там у Иордании хорошая история. Кстати, как там Петра поживает. Бывали мы в Петре. Очень понравилось. Очень впечатлила. И действительно такая историческая находка. И древняя история. Привет из Чикаго. Я родом из Узбекистана. Каждый день интересуюсь событиями в Украине. Переживаю за украинский народ. Очень обидно, что война идет только на территорию Украины. На Украине. И погибают ее мирные жители. Очень хотелось бы, чтобы это все перешло и на территорию России. Чтобы те нелюди, поддерживающие войну, почувствовали всю боль этой войны на своих шкурах. Пока до них это не дойдет, их глаза не откроются. А украинские войска и защитники просто молодцы. Вы противостояли против русского фашизма. Бейте оккупантов по полной. Я надеюсь, скоро буду поздравлять вас с полной победой. Живи, Украина, слава украинским героям. Да, как я и говорил, что выражение одного из наших политиков, что пока у вас в огороде не разорвется 152-мм снаряд, вы не поймете, что такое война. Ну, как можно не вспомнить Нестора Ивановича? Это наша с вами история. Это наши с вами герои. Наши, украинские. Украина обязательно победит. Желаю, чтобы это было поскорее. Слава украинским вооруженным силам. Привет из Германии. Очень жду этот замечательный день. День, когда над нашей Украиной будет мирное небо. Привет из Болгарии. Переживаем за Украину. Я лично с 2014 года. Молимся по силе, по силе помогаем. К сожалению, у нас немало неадекватов, рузофилов. Агрессивные, как и везде. В том числе и среди политиков. Начиная с президента. Но правда за нами. А значит и победа. А подлецам стыд. Храни Бог Украину. Не путайте людей, когда сдаются в плен с техникой. Они сразу могут попросить выезд в другую страну и получить деньги. Вот такое уточнение по поводу сдачи в плен с техникой. Видите. Ну, видимо, человек знает это более точно, что эти люди имеют право на выезд в третью страну. С получением этой денежной суммы. Привет из Ирландии. Я же говорил. У нас, вот чем мне нравится наш народ, это тем, что если мы решили, что Карфаген должен быть разрушен, значит он будет разрушен. Рано или поздно этот день настанет. Он настал. Я думаю, что будет еще продолжение. Будет вторая, третья серия. И может быть даже целый сериал. Привет из Румынии. Верим в победу вооруженных сил. И верим, что защитите Николаев, который 8 месяцев под обстрелами. Спасибо. Да, у нас вот эти крупные города, прифронтовые, к величайшему сожалению, пока еще находятся под интенсивным огнем противника. Ну, ждем. Ждем мы противоракетных систем, для того, чтобы закрыть над ними небо. Дякую за сконы. Ну, дякую из Асконы. Кто не знает, скажу, что Аскона это Швейцария. Италоязычный кантон, если я не ошибаюсь. На юго-западе, по-моему, Швейцарии. Дополнение к прескуранту. Да, вот я огласил. Ну, я, кстати, тот, который нашел прескурант, он очевидный. Конечно же, он не полный. Полный прескурант, надо поискать в сети. И имеется в виду прескурант по оплате за технику. Так вот, дополнили еще самолет миллион долларов и вертолет 500 тысяч долларов. То есть, тот, кто пригонит нам вертолет или самолет, российский имеется военнослужащий, они получат такую сумму денег. Ну, почему? Я думаю, что самолет вполне можно пригнать и спокойно уехать в третью страну и не париться по вопросам возвращения, проживания и всего остального. Довольно достойная сумма. Порадовали за российскую технику в Украине. Так и хочется сказать, могли бы и без войны ее нам, ее передать нам. Мы иммунитаз, они нам БТР. Мы им стиралку, они нам танк. Зачем для этого было воевать? Вот такое вот пожелание для российских военных. Вот такие вот пожелания прозвучали сегодня в нашем видео. Спасибо за ваше время, что уделили, что посмотрели. Еще раз приглашаю подписаться и поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Распространять ссылки на это видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Примога за нами. Слава Украине!